всем доброго вечера ну вот сегодняшний вечерний ролик у меня я буду посвящать тоже опять же многочисленным таким просьбам моих подписчиков как строится дома вот разница от строительства дам анталии и курортный город а вот анталия алане и сочи курортном городе российской федерации сочи там вообще на побережье черного моря где-то и геленджик этой лазеровской это и адлер все вот я поскольку я жил четыре года в сочи в основном я сталкивался который строить строили дома это были самострой который потом узаканивались через суд обычно разрешение выдавалось на двухэтажный дом с мансардой уже как три этажа остальные 9 этажей узаканивалась судами обычно чисто формально администрация подавала иск против застройщика об сносе дома вот встреч на застройщик давал это самое чтобы узаконить и выигрывал застройщик и я когда посмотрел как строить дома основном строили дома эти люди вообще далекие от строительной профессии вот бывшие шашлычники чебуречники банщики в общем вот такие вот и что самое примечательное то что мы то привыкли мы как бы получившие образование еще советские времена строительные строительных институтах техникума разницы нету нас учили что сначала должен быть проектно-смертная документация потом уже начинается строительство дома проектно-смертная документация на дом обычно вот такая толщиной вот такой огромный огромный самый книжен ты там открываешь там и фундамент и сва это и арматура и в общем там все короче даже написано вот и это делали обычно проектно-смертные обычно граждан проект составляла это каждом городе был свой граждан проект например томске томск граждан проект например сочи тоже граждан проект свой вот и после утверждения всех-всех-всех деталей все-все разрешили это приступали к строительстве и вот вот это дома которые строили вот это шашлычники вот это дача буречники вот это все у них это отсутствовало вообще абсолютно я вот сколько обращался я говорю ребят у вас есть по саде они на меня смотрят что такое по саде я говорю проектно-смертная документация дома есть у вас хотя посмотрит они показывают поэтажное расположение квартир нарисовано красиво сюда ягода нет это у вас поэтажка ягру осессия вообще проектно-смертная документация они даже не знают что это такое понимаете нанимает обычно обычно на и жест даже на дачном участках строили дома вот большинство домов на дачном участках прямо вот нанимает в виде прораба который вот какой-то строительное образование имеет и все и вперед короче поперли короче там и звукоизоляция там теплоизоляция там снеговая нагрузка там ничего это не учитывается как нас учили обычно когда я помню до сих пор что даже мы диплом защищали вот пояснительная записка дипломной работы было почти 200-300 листов даже у некоторых было кроме проекта и ты идешь вот указкой вот так и перед тобой сидят вот это государственная квалифицированная комиссия и ты короче часа два защищаешь свой проект там и они могут каверзные вопросы задавать в каком этапе сейчас находится ваша строительный объект какой это где вы находит по технологии по экономике календарь рабу в общем все вот учитывалось все я же говорю и снеговая нагрузка там и теплоизоляция звукоизоляция короче роза ветров в общем все все а сейчас этого нет абсолютно я вот думал блин я говорю блин лучше надо было на шашлычника учиться чем блин и там сидеть изучать сапрамат высшую математику все это да экономику все это вот ну строить так строить а ночью сейчас времена видимо такие здесь совсем по-другому здесь тоже есть свои и плюсы и минусы плюс это то что когда приезжает специально на строительную площадку делает глубокое бурение и делается анализ короче грунта как это залежание вот все-все дает заключение после этого специальной лаборатории после этого дает разрешение на строительство ну вот теперь начинается строительной работы вот первое что идет закладка арматуры под фундамент да вот под подвальное помещение закладка арматуры вот заложил арматур приезжает специальной комиссии архитектурные они проверяют все досконально по чертежам вот правильно самая завязки арматуры все все если там что-то не то они разрешают бетон заливать и вот когда разрешение получено заливается первый этаж заливается первый этаж потом короче кубики бетонные кубики 10 на 10 короче с образцами бетона получена бетона выставляется сетки . короче за забором стройды и приезжает лабораторию уже забирает это вот когда уже второй этаж например также арматур закладывается также приезжает это лаборатория проезжает проверяется согласно проекта вот именно за закладки арматуры если все нормально опять разрешение и вот так до самого общем окончании то для чего это это для сейсмоустойчивости здания вот потому что от армирования и от качества бетона главное вот зависит сейсмическая вот это безопасность дома дальше идет уже естественно закладка стен короче там электро электриче или электрообороны электрических этих сетей канализации в это уже никто не влезает главное сейсмическая безопасность и вот тут-то и начинается основной подвох в том что стены очень тонкие я уже вам показывал что 25 сантиметров толщина стены но сейчас еще утеплитель начали ставить утеплителем вот напротив сейчас построили дома там утеплитель же применена наружном теплине и делается там из влагостойкого гипсокартон а внутри пенопласт вот она закладывается потом краситься все все это уже хорошо теперь что касается звукоизоляции звукоизоляции конечно очень низкая на это даже не смотрят теплоизоляция вот более-менее решилища звукоизоляции еще нет о том что говорит о снеговой нагрузке так как здесь снега нет поэтому это не учитывается розы ветров то же самого таких это здесь нет я посмотрел я спрашивал вот дома могут поставить прямо друг напротив друг друга балкон будет смотреть на другой балкон потому что земля дорогая и говорит о том что какое-то расстояние от дома не приходится хорошо то что где строится новый район там обязательно оставляйте места для парков тренажерами тротуары и что самое самое здесь да вот например каждый хозяин земли вот например стопроцентный участок земли оттуда тридцать процентов он отдает на дорогу на дорогу на тротуар на все 30 процентов обязательно вот она идет тротуар тротуар дорога вот это вот поэтому все учитывается все учитывается естественно идет по генеральному плану вот такого хаотично вот такой хаотичное строительство нету вот все красиво улице все единственное что это спальных районах вот маленький перекрестку вот так и да потому что дома очень рядом на автомобиль ехать надо быть очень осторожны очень осторожны не более я бы сказал 20 километров в час надо кадра останавливаться посмотреть по сторонам не едет ли какой джигит дальше или как он ребенок на велике вот так вот теперь у меня вот хороший мой подписчик он рассказывает как у них там в алании звука звукается мы вообще говорят это слышим нас очень такая это ну я еще раз говорю что звукоизоляции здесь не смотрят за звукоизоляции здесь нет такого чтобы на хорошо было бы сейчас и материал есть сейчас делается перед тем как заливать полы и на стены делается вот перед тем как за штукатуре ну это опять дополнительные расходы для застройщика это и уже себестоимость квартир поднимается поэтому этого не делают электрооборудование то же самое электричество в сочи бывало так что во многих домах резко короче дает большая самая не 220 280 даже по 300 у некоторых вылетала все короче вылетала все в общем это самое и телевизоры и холодильники вот до щиток не успевает это самое а тут вот я живу несколько раз такое было и щиток отрубала щиток отрубает резко автомат если больше идет 220 шаг отрубает еще отрубает тогда когда электричество какой-то квартире слишком много это самое больше чем потребляется чем это потому что кабель толщина кабеля не выдерживает и как точно кабеля до дома тоже не выдерживает вот и как говорила сварной который мне балкон и делал окна делал вот это у него тоже здесь квартира рядом соседнем доме вот он говорил что для продажи делается в основном для продажи когда вот новых квартирах обязательно всю сантехнику надо меня потому что ставится сами дешевые самые такие эти ну вот конечно элитных таких этих которых комплекса где на большие деньги рассчитаны там конечно возможно там даже и хорошие ставят но вот таких обычных домах бюджетных домах я буду сказал да всю сантехнику надо меня всю краны смесители унитаза даже все 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 я вот душевую полностью убрал и поставил в ванную маленькую ванную коротенькую метр на метр семьдесят до такой поставил и она так как сидячая ванна хорошо можно купаться я не люблю слишком душ я люблю горячей воде сидеть вот и можно и душ принять одновременно вот вот ну я еще раз хочу сказать что отделках здесь в отделке основном используется камень мрамор и вот и ламинат ламинат 2 двери входные из железа обитые железом хорошие двери я ничего не скажу а вот внутрь межкомнатные двери они такие знаете так красиво тогда но не дерево вот если кто хочет же постоянно жить думать надолго жить я бы посоветовал бы двери вот это вот такие вот поменять вот их вот они они вот сейчас мне их надо бы поменять вот потому что верху сосед недавно поменял уже о на хорошие качества вот я же говорю все надо пропустить через свои руки вот как у меня один знакомый из подмосковья он сам самары купил машину короче новенькую семерку приехал завода завода магазине купил и давай его разбирать и подшипники все все я говорю ты чё делаешь его саш надо год перебирать через свою руку пропустить от ним хотя на дорогу не выйду я говорю что так это для продажи сделано мне надо играть все это снимать газа заново смазывать поставить также вот когда вы квартиру купите это надо пропустить через свои руки я как уже говорил что перед тем как заселиться вот я бы вам посоветовал хотя бы пару комнат да вот сделать деревянное покрытие полу вот это для вашего здоровья будет хорошо будьте меньше болеть еще дерево она для здоровья а это бетон понимаете вот этот паркет вот этот мраморный это моментом вот я же говорю вот у меня три слоя ковру по нему я босоногой подольше похожу у меня из верблюжьей шерсти носки мне с казахстана отправили а вот я так вот пройдусь вот так у меня до мозга дается холод а то еще три ковра хотя дома тепло батареи горят все все а снизу идет все равно понимаете бетон есть бетон вот для здоровья я бы вам посоветовал вот так сделать бы хотя бы одну комнату из дерева вот это полы вот ну конечно дерево здесь дорогой но не дороже часть российских даже россии говорят очень дорого тоже сейчас есть мне как ребята говорят у вас сколько стоит у нас год три раза дороже ну так вот так что евро вагонкой можно общить какую-нибудь комнату для себя так маленькую комнату одной могли евро вагонка общить как сидишь короче как деревенском доме и полы деревянные полностью с дерева дышишь вообще дерево это здоровье вот так что вот так вот через себя надо пропускать вот у меня вот и подписчики он друг он явала не живет он из питера вот я с ним сегодня пообщался вот они и щитки поменяли все поменяли там в своем доме вот ну да ну есть хочешь жить хорошо много хороших штук привезли они по моему из питера привезли и щиток поменяли в доме прямо щиток вот этот электрический на случай всяких там подскоков электричества всяких этих вот я же говорю кто хочет делать он делает квартиры вот да можно же приехал не как у нас например купил черновом варианты да еще ты его болен и штукатур и электричество делай и все делай вот а тут сразу пришел зашел и живешь но я бы посоветовал бы например купили квартиру до не радуйтесь не бегите туда сразу переходи потому что когда уже переходишь уже как-то уже нет а когда еще обставляешь мебелью купили недельку поживите в отеле где-нибудь 10 дней а за это время за 10 дней замените все короче сантехнику мантики через свои руки пропустите все через свои руки как мой папа говорил через свои руки все все через свои руки пощупал везде знаешь где ты сам уже поставил надежно все хорошо вот тогда уже потом заселитесь вот такие дела всем доброй ночи пока